Лилия Лилия Стена, и сосцы мои, как столпы, потому я буду в очах их, как обретающая мир. Песнь песней Соломона Песнь песней Соломона Вот уже пять веков человечество пытается постичь тайну самой известной в мире картины. А в чем загадка? Не в том ли, что всем людям на свете эта нежная материнская улыбка кажется такой родной? Этого впечатления Леонардо добивался десять лет. Ничто не писал так тщательно и долго. Вскрывал портрет. Переделывал, мучился, искал. Изучал древнейшие фрески в катакомбах. И дав, наконец, творению жизнь, не дерзнул, а заглавить. Джоконда появилась столетия спустя. И ни о какой Монни Лизе до этого никто не слышал. Мудрец оставил зрителю свободу. Лишь намекнул на тонкий газовый покров, на детали, пейзаж. Итак, одним подарил икону, а другим – загадку Джоконды. Также деликатно и педагогически тонко рисует Богородицу книга книг. Неподвластная уму, Библия раскрывает в образах, понимание которых приходит через сердце. Таков принцип божественного воспитания человека со времен Адама и Евы. Падшие прародители покидали Эдем с надеждой, зная, что Господь жаждет людей спасти. Только теперь они вместе должны взрастить новое древо жизни – жену, чье семя победит смерть и вернет человеку то, чем он был прежде. Хотя это будет и нелегко, поскольку проклятая земля произрастит терния и волчцы. А она должна быть чиста, как лилия. Смерть не заставила себя ждать. Гордость, тоже ставшая вместе с ней наследственной дьявольской болезнью, толкнула Каина на убийство. Прошло еще немного времени, и его ближайший потомок Ламех уже хвастается тем, что убил ребенка, а дочь Ламеха занимается проституцией. Очень скоро вся земля растлилась и наполнилась злодеяниями, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Наступила черта, за которой допотопные люди перестали быть людьми. Мироздание утратило смысл и стало рушиться. Тонкую ниточку жизни сохранил только Ной. Чтобы узнать об окончании потопа, он выпускал из окошка голубя. И вот в один вечер птица вернулась со свежим масличным листком. Масло на библейском языке – это милость Божия, конец гнева. И люди стали ждать обетованную жену, простую и беззлобную, как голубицу. Спасаясь от смерти патриарх Иаков, отправился в Харран. И заночевав в одном месте, положил себе камень в изголовье и увидел во сне лестницу, соединявшую небо и землю, и ангелов на ней. Пробудившись, он назвал это место вратами небесными. Это было первое в его жизни откровение. Потрясенный, Иаков взял тот камень и поставил его памятником, и возлил на него елей. И люди стали ждать жену, как лествицу, по которой сойдет спаситель, как мост, с которого начнется преодоление страшной трагедии разделенности Бога и человека. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаясь из Харрана через много лет с женами, наложницами и детьми, Иаков все еще боялся мести обманутого им когда-то брата. И вот ночью, когда он был один, явился ему некто и боролся с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает, некто коснулся его бедра и изменил его состав, и сказал, «Отпусти меня!» Но Иаков, помня о грозящей ему опасности, и поняв, кто перед ним, со всем дерзновением воскликнул, «Не отпущу, пока не благословишь!» И сказал ему некто, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И благословил его. В новом имени было два звучания, борющийся с Богом и возлюбленный Божий. Окрыленный спросил Иаков, «Скажи мне имя твое!» И он сказал, «Зачем ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно!» Ответ на этот вопрос получит только Моисей через четыреста лет. Через четыре столетия жизни людей, свято помнящих, что Господь боролся с Израилем за самого Израиля и сейчас борется за его сынов. Это произошло на Синае, когда страдания евреев в египетском плену достигли нестерпимого предела. Моисей посовец у тести своего, священника Иофора. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Бог возвестил народу Своему спасение и сказал Моисею, «Я есть тот, кто есть. Так скажи сынам Израилевым, сущий Ягве послал меня к вам». Люди поняли, что все в этом мире по-настоящему существует ровно настолько, насколько имеет отношение к Богу. И стали ждать жену, как купину неополимую, которая примет в себя божественный свет и останется нетленной. КОНЕЦ Жизнь под законом превратит вчерашних рабов в народ Божий. И с проникающим в вечность даром поэта царь Давид сможет прямо обратиться к грядущей жене. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Вся слава чьере царя внутри. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя вовеки и веки. И люди стали ждать. Невесту Божию. Восьмом веке до новой эры вся мировая цивилизация будет охвачена пламенем войны. А маленькая Иудея будет в страхе и трепете ждать, пока ее раздавит какой-нибудь из кровожадных покорителей вселенной. Тогда Исайя обратится к царю. Успокойся и веруй. А если не веришь в спасение, проси, какого хочешь знамения у Господа Бога твоего. И сказал царь, не буду искушать Господа. И повернулся пророк к народу. Слушайте же дом Давидов, и так сам Господь даст вам знамение. Все дева в очреве приимет и родит сына. И нарекут ему имя Эммануил. С нами Бог. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Тайну непорочного материнства разум совсем не в силах постичь. Но отныне люди стали надеяться на Деву. С удвоенной силой лучшие из них стали бороться за веру, за правду Божию, за единство. Бороться против самих себя, чтобы подготовить рождение той единственной, чья святая жизнь достигнет полноты, обретет мир и оборвет цепь катастрофических последствий грехопадения. Субтитры создавал DimaTorzok Венцом книг Ветхого Завета стала песнь песней. Ее знали со времен Соломоновых, а включили в канон последний, когда до рождения Христа оставалось совсем немного. Только теперь люди приблизились к цели своего воспитания. Им стало ясно, что одолеет проклятие. Положи меня, как печать, на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Ой, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Песнь песней Соломона. В тридцать первом году до новой эры сильное землетрясение разрушило Кумранский монастырь. Ессеи, десятилетиями прятавшиеся от всех в напряженном ожидании мессии, расселились по Иудее. Они продолжали обходить стороною храм, полагая, что Бог разрушит его как место неправедного служения и жили по-прежнему замкнуто, думая, что спасение коснется их одних. И все же их гимны, проповеди и некоторые богословские изыскания стали достоянием тех, кто ожидал спасителя. Бедствия и тяжкие скорби хлынули, как волны. Та, что беременна, произвела на свет первенца. Та, что беременна мужем скорбей, пребывает в страдании, и в узах преисподней грядет она, чтобы явился в горниле беременной чудный советник со своей властью. Советником чудным и мужем скорбей называет Христа Исаия. Есеи заблуждались во многом, но в этом гимне полное понимание того, что неплодная и долго не рождающая церковь Ветхого Завета в муках выносила, наконец, свой духовный плод и скоро возвеселится, ибо жених грядет. И Аким и Анна любили Господа всем сердцем. Это были очень добрые, скромные, пожилые люди, которые с полным правом могли бы быть в почете у людей, если бы у них были дети. Но бесплодие нарушало первую заповедь Божию «Плодитесь и размножайтесь». Оно считалось в Израиле грехом и большим несчастьем. Долгое время евреи не имели почти никакого представления о загробном мире. И продолжение своей жизни, ее благословение свыше, видели в многочисленном потомстве. Старики привыкли к насмешкам и находили утешение в храме. Но однажды на праздник Иакима не пустили к жертвеннику. «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь наследников, а значит, наказывает тебя Господь. Наверное, есть у тебя какие-то тайные грехи, в которых ты не хочешь раскаяться». От горя, позора, обиды он убежал в пустынное место к пастухам, стыдясь вернуться в дом и надеясь вымолить у Бога прощение. Бедная Анна во всем винила себя. Плакала, молилась и обещала, что если свершится чудо и снимется с нее поношение, она посвятит дитя Богу. По древнему преданию Иаким в пустыне, а Анна в горнице получили радостную весть от ангела, что услышана их молитва. Рано утром они побежали с благодарностью в храм и встретились у золотых ворот. Они издалека еще все поняли, обнялись, долго стояли, гладили друг друга и плакали. А через девять месяцев у них появилась девочка Мария. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили ли гранатовые яблоки. Там я вскормлю тебя. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Песнь песней Соломона 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 Песнь песней Соломона